Приветствую друзья на канале Каска. В этом видео я вам расскажу как слегка повысить FPS в Валоранте, а также избавиться от лагов и фризов. Пройдемся еще по другим основным настройкам игры, прицела, звука, что включить, что отключить и так далее. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Да что это такое, снова пин под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с тобой полезной информацией, как можно понизить пинг для более стабильной игры. Есть такая программка называется Gear Up Booster, поддерживает большое количество игр, в том числе Апекс, Валоран, Побег из Таркова и даже Дота 2 с Лигой Легенд. Пользоваться ей очень просто, выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Ищем то, что нам подходит и нажимаем подтвердить. После этого заходим в игру и наслаждаемся стабильным пингом. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up Booster. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. А теперь возвращаемся к оптимизации игры. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, переходим в настройки. Размер мини-карты. Лучше всего поставить на 0.8, а приближение на мини-карте единица. Также я убрал игрока в центре, вместе с вращением мини-карты. Мне кажется, оно слишком сильно отвлекает. Это позволит более детально следить за событиями в игре. Где находится враг, кто куда пинганул и когда следует стянуться. Показ количества зрителей. Отключай. Чтобы тебя это лишний раз не напрягало. Назначь клавишу заглушения голосового чата, чтобы в плаче оставаться без подсказок в твой адрес. Приоритет автоматического выбора. Самое мощное. И не выбирать холодное оружие автоматически. Ставим галочку. HRTF. Обязательно включаем. Улучшает обнаружение шагов, перезарядки и дропа оружия. В статистике выбираем все на вкус и цвет. Для себя я решил включить FPS клиента, задержка сети и потери пакетов. Текстом. А уже ошибка стрельбы графиком. Иногда во время замеса можно забыться и допустить ошибку при стрельбе. А этот небольшой график будет напоминать тебе об этом. Полезно. Насчет прицела у меня ничего необычного. Вот такие параметры. Чувствительность является более личной настройкой. В первую очередь, чтобы тебе было комфортно наводиться и хватало места для мыши. Но в среднем для 800 DPI ставят от 0.33 до 0.6. Буфер прямого подключения мыши обязательно включаем. Это позволит минимизировать задержку, а также отправлять все входные данные сразу в игру, обходя операционную систему. Цвет подсветки противников. Я выбрал желтый, но некоторые ставят на фиолетовый. Базовые настройки игры мы сделали. А теперь наконец-то перейдем к качеству графики. На вкладке «Общее». Режим монитора для Windows 10 ставим полный экран. Для Windows 11 можно выбрать и в развернутом окне, так как Windows 11 имеет оптимизацию для игр в окне и даже работает G-Sync. Но смотри, как тебе больше нравится. Разрешение всегда оставляем наше нативное. Иначе любое масштабирование вызывает мыло. Для шутеров это крайне не рекомендуется. Для очень слабых компов можно сделать исключение, понизив на пару параметров. Таким образом, это даст огромный буст по производительности. Nvidia Reflex. Выбираем «Включить плюс буст». Это также улучшит отклик между тобой и твоим ПК. Если после включения рефлекса появились фризы, выбери просто «Включить». Переходим на вкладку «Качество графики». Многопоточный рендеринг. Включаем. Это задействует все ядра твоего процессора. Остальные настройки тут все проще простого. И я обратил внимание, что многие игроки ставят минимальное значение всех параметров. Материалы, текстуры, детали и интерфейс. Низкое качество. Виньетку и вертикалку выключить. Сглаживание MSAA4X. Фильтрация 8X. Все остальные параметры отключаем. Но повышение резкости можно включить. Что это нам даст? За того, что мы все поставили на самое низкое качество, от текстур могут болеть глаза. Ну это образно. Не так комфортно играть. Хотя на 2К разрешение ты сильно мыло и не заметишь. Тем не менее, включив экспериментальную резкость, мы тем самым убрали практически все недостатки качества графики. Но я был бы не я, если бы не показал и второй пресет. Для тех, кто хочет просто поиграть с приятной картинкой и при этом максимально возможным FPS. Как бы качество равно производительность. Материалы. Низкое. Текстуры. Высокое. Детали. Среднее. Интерфейс. Низкое. Повышенную четкость по желанию. Экспериментальную резкость отключить. Орел и искажения. Включить. Тени. Выключить. Теперь наша задача перейти на рабочий стол и слегка настроить Windows под Valorant. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем Boosty, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для Boosty с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Оказавшись на рабочем столе, нажимаем поиск, пишем. Панель управления, просмотр, мелкие значки, электропитание, показа доп. схемы и ставим галочку на высокая производительность. Далее нам нужно перейти в папку с игрой. Открываем Valorant Live Shooter Game Binarious Win64 и опускаемся в самый низ. Находим Valorant Win64 Shipping. Нажимаем PKM, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию о весь экран. Далее параметры высокого DPI. Тоже ставим галочку на режим масштабирования. По факту, если у тебя монитор не 4К, можешь DPI пропускать. То же самое касается и оптимизации во весь экран. Раньше она работала не очень стабильно, сейчас вроде как уже нормально. Но смотри сам, я по привычке все равно отключаю. Копируем путь к нашему приложению. Нажимаем PKM, копировать. Закрываем папку, нажимаем поиск. Пишем настройки, графики. Если у тебя Windows 11, то скорее всего здесь, где-то да, вот она у нас, будет добавлен Valorant. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность и сохранить. Если нет, нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь и Valorant Shipping добавить. Далее нажимаем параметры графики. Если тебе доступна функция аппаратное ускорение, некоторые игроки Valorant рекомендуют ее включить. Оптимизация для игр в оконном режиме включить. Нажимаем PKM на пуск. Диспетчер устройств. Находим системное устройство. Слегка опускаемся вниз и нас интересует высокоточный таймер событий. Нажимаем PKM и отключить устройство. Оно сейчас уже не используется в нынешних реалиях, поэтому можешь спокойненько отключать. Следующее, что нам нужно сделать, это слегка настроить, а также оптимизировать нашу видеокарту. Для этого нажимаем PKM на рабочем столе, панель управления NVIDIA. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь есть два варианта. Настройка глобальных параметров. Это будет касаться всех игр, либо чисто одной игры. В нашем случае Valorant. Давай так и сделаем. Переходим на программные настройки. Нажимаем добавить. Находим Valorant и добавить выбранную программу. Если ее здесь не будет, нажимаешь обзор и вставляешь наш уже скопированный путь. Valorant Shipping открыть. Здесь нас по факту интересует следующее. Анизотропная фильтрация. Если ты в игре ее отключаешь, тогда можешь здесь тоже отключить. Вертикалка. Конечно же отключаем. Vulcan OpenGL. Выбираем использовать цепочку буферов DX. Режим низкой задержки. Ultra. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Далее OpenGL. Приоритет совместимости. Технология монитора. Поддержка G-Sync, если есть такая. И наконец фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И нажимаем применить. Если у нас видеокарта от MD. Покажу чисто базовые настройки. Выбираем киберспорт. Фильтрация текстур. Производительность. Режим тесселяции. Переопределить настройки приложения. И максимальный уровень тесселяции отключить. Далее нажимаем поиск. Пишем. Настройки. Нет, не настройки, а параметры. Режима игры. Игровой режим мы оставляем включенным. Геймбар. Обязательно отключаем. Из записи все, что здесь будет указано. Все это. Отключаешь и ставишь самое минимальное значение. Либо чуть позже, если будет интересно, с помощью твиков реестра полностью выпилим эту систему. Для тех, у кого Windows 10, переходим на конфиденциальность, опускаемся в самый низ, находим фоновые приложения и отключаем все фоновые приложения. Делается в два клика. Для тех, у кого Windows 11, нажимаем поиск, пишем. Изоляция ядра. И отключаем целостность памяти. После всех настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Наверное, ты уже обратил внимание, что здесь у меня находится таймер резолюшн. Фишечка очень полезная, улучшает не только производительность, но и отклик твоей системы. Открываем таймер резолюшн. Ссылочка будет на официальный сайт в описании. И нажимаем просто максимум. Все, заходим в игру, играем. Как поиграли, вышли, нажимаем дефолт и клоус. Теперь я рекомендую зайти в Valorant и проверить свою производительность. Если тебя все устраивает, так и оставляй. Если же нет, нужно еще больше фпсов, тогда делаем следующее. Качаем архив по ссылке в описании. Он будет в телеге, в дискорде и на бусте. Делаем распаковку. Здесь у нас есть три папки и некоторые приложения. Настройка видеокарты. Очистка. Твики реестра. MSI мод. И схема питания. Начнем мы со схемы питания. Открываем текстовый документ. Копируем команду. Нажимаем pkm. Копировать. Закрываем. Нажимаем pkm на пуск. Windows PowerShell администратор, либо командная строка. Нажимаем Ctrl плюс V. Если не ставится, нажимаем просто pkm. Enter. Закрыть. Зверлик схема питания. Открыть. Показать топ-схемы. И поставить галочку на максимальная производительность. Открываем папку очистка. Delete them files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift. Delete. И да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete them files номер 2. Выделяем все файлы. Shift. Delete. И да. Снова же то, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Disk cleanup. Выбираем диск C. Ставим ОК. Очистить системные файлы. Снова выбираем диск C и ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. MSI Mod. Нажимаем pkm. Запуск от имени администратора. Обязательно. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. И наконец твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. И здесь я все красиво расписал. В картинках. Для рукастых. Для ногастых. И 4 бэкапчика. Если вдруг у тебя память отшибла и ты забыл сделать бэкапы. Еще раз говорю, делай бэкапы. Но на всякий случай вот они. Game DVR. Отключают полностью DVR. Бустят плюс 5%. К производительности. Ну в среднем. Некоторым делают хуже. Я не знаю кто эти ребята, но есть даже такие. Я тестал на множество компах. Ничего такого даже и близко не замечал. Но тем не менее. Бэкапы есть. Можем смело отключать. Нажимаем PKM и слияние. Game DVR 2. PKM и слияние. Если нет слияния, нажимаешь просто открыть. Либо 2 раза LKM. То есть запускаешь как обычное приложение. Либо игру. Отзывчивая систему. PKM слияние. Сетевой троттлинг. Можешь пропустить, можешь сделать слияние. И системный приоритет тоже PKM и слияние. Все проще простого. После всех этих настроек залетаешь в Valorant и наслаждаешься. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.